Скажем таким образом. Во-первых, если застройщик недобросовестный, то он изначально уже не нацелен на то, чтобы достроить дом, либо не нацелен на то, чтобы достроить дом качественно и в срок. Поэтому для него кризис это не зачистка, а наоборот оправдание его некомпетентности, либо недобросовестности. Он скажет, это все кризис виноват, а мы тут ни при чем. Мы все пытались, все старались, но вот такая экономическая ситуация. Поэтому, к сожалению, от недобросовестных участников рынка кризисы не спасают. Наоборот, они на волне ажиотажа у людей, которые все потеряли, тут же всплывают, появляются какие-то вообще фантастические схемы расчетов за недвижимость и с недостроенным жильем, когда люди хватаются за все, за последнее. А вот что касается таких застройщиков, которые проводят, скажем так, рискованную финансовую политику, то есть строят, по сути дела, пирамиды. Берем один дом, начинаем собирать деньги на застройку этого дома, потом берем следующее пятно в застройку, собираем деньги с дольщиков на то пятно, деньги эти перекидываем на застройку первого объекта, берем третий объект, откуда деньги перекидываем на застройку второго объекта и так далее. Вот эта вот пирамида, конечно, по таким застройщикам кризис ударит очень больно, да и уже ударил, в общем-то, проблемы у них начались, хотя есть законодательство достаточно строгое в отношении застройщиков, что он не имеет права там расходовать средства на другие объекты, кроме застройки именно этого, но, как мы знаем, судебных дел достаточно много, уголовных дел по поводу растрата этих средств. И есть возможности всякие там увильнуть и прикрыть эти расходы другими документами, так что все это в реальности происходит. Поэтому вот для таких застройщиков, конечно, проблема есть, но я бы не сказал, что это застройщики мошенники, да, это застройщики, которые, скажем так, проводят слишком рискованную финансовую политику.